Добро пожаловать в Войток, научно-образовательный проект об актуальных вопросах в мире офтальмологии. Меня зовут Дига Назарин, сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, врач офтальмолог Рутинян Миколюсиней Ливоновна. И тема нашего разговора сегодня будет значение биомеханики при тонометрии. Миколюсиней Ливоновна, к вам первый вопрос. Какие факторы влияют на внутриглазное давление? Во-первых, любой пациент, попавший на прием, обязательно подвергается тонометрии. Будь то в детском возрасте, будь то уже взрослый пациент. Первое, что делает офтальмолог на приеме, это мерить давление. И, к сожалению, цифры, которые мы получаем, далеко от тех, которые реалии есть, которые реалии образуют, составляют внутриглазное давление. Что мы делаем по сути? Мы опланируем роговицу, то есть прикасаемся к роговице, и то, что мы получаем, мы ассоциируем с теми данными, которые, в принципе, возможно, говорят нам о внутриглазном давлении. Но первое, самое важное, что может играть значение при определении внутриглазного давления, это биомеханика глаза, то есть это свойство корнеосклеральной капсулы глаза. Поэтому то, что мы меряем, это относительные показатели, и не соотносить с биомеханическими параметрами, к сожалению, не получается. Поэтому при возможности померить биомеханические свойства и понять, определить их, вот те индивидуальные нормативы, которые есть у данного пациента, мне кажется предельно важными. У нас очень много пациентов, которые перенесли разные кераторефрикционные хирургии, разные вмешательства на роговицу. Поэтому здесь важно не просто померить внутриглазное давление, но понять, насколько мы точно все это померили, и насколько точно оно соответствует тому индивидуальному уровню внутриглазного давления, который есть. И в этом нам биомеханика очень помогает. Мне кажется, даже намного важнее понимание биомеханических параметров, чем сам оптальмотонус. Вот я такой вот скажу, такой вывод сделаю. Как тогда правильно измерять внутривозное давление у пациента? Какие, может быть, есть нормативы, чтобы это сделать более приближенно к тому истинному, о котором сейчас вы говорите? Интересный вопрос, Дарья, задаете, потому что это на самом деле важно. Есть средние параметры роговицы, средняя толщина роговицы, рефракционные показатели, при которых замеры достаточно приближенно говорят о той норме, которая у пациента есть. Но, к сожалению, разброс популяционный очень большой, поэтому не всегда получается ориентироваться на эти нормы. В нашей клинике, например, есть в направлении оптальмотационный тонометр, который показывает вот такие биомеханические параметры глаза. В частности, корональная гистереза, связка эластическая, которая определяет вязко-эластические свойства роговицы. Вот для пациента с глаукомой при определении целевого давления, что для доктора является вопросом номер один на приеме, потому что от этого будет вся тактика зависеть, твоя клиническая, как ты будешь пациента лечить. Один вопрос снизить давление до 10, другой вопрос удовлетвориться давлением 18. А для того, чтобы понимать, 10 для тебя является нормой или 18, вот это будет нам показывать биомеханика, будет нам показывать корональный гистерезис. В своей клинической практике я вот измерением давления обычным тонометрическим, к сожалению, не обхожусь. Для меня очень важно померить биомеханику глаза, померить корональный гистерезис и определить те целевые нормы, которые для пациента существуют. Можно сразу еще один момент затрону. Это пациенты после кераторефракционной хирургии, где, естественно, роговица очень тонкая. И у этих пациентов ни при каких замерах вы высоких цифр давления не получите. И эти пациенты автоматом входят в группу риска дальнейшего развития глаукома. Только потому, что у них просто будут низкие цифры давления, и вы можете упустить развитие глаукома, потому что таких пациентов нужно исследовать структурно-функционально или, соответственно, мерить внутриглазное давление с обязательным расчетом биомеханических показателей короносклеральной оболочки глаза. Хотелось бы тогда еще отдельно затронуться по понятию, что входит в биомеханику глаза. Вот по мне самое важное, что входит, это та напряженность короносклеральной капсулы, которая создается оптальмотонусом. Вот она бывает очень разная. Если у тебя толстая роговица, если сохранные вязко-эластические параметры, то есть она достаточно спокойно реагирует на флюктуации внутриглазного давления. Это нормальная биомеханика, нормальная вязко-эластическая составляющая. По данным последних исследований, в норме внутриглазное давление может повышаться до 10 мм тутного столба. То есть наша биомеханика, вязко-эластические свойства, спокойно адаптирует глаз к таким флюктуациям внутриглазного давления. Вот это и есть биомеханика. То есть если все в норме, даже очень большие перепады внутриглазного давления спокойно глазом компенсируются, что нельзя сказать о наличии какой-либо патологии. Какие биомеханические показатели помогают нам правильно интерпретировать результаты при измерении тонометрии? К сожалению, у нас не очень много клинически применимых показателей, которые мы можем в обычной клинической практике получить. Единственное, на сегодня прибор, который это позволяет, двунаправленный апплантационный тонометр. И еще один метод получения биомеханических параметров – это дифференциальная тонометрия или измерение внутриглазного давления маклаковым грузиком разного веса. И разница между замерами разного веса грузами тоже показывает тебе биомеханику корнеосклеральной капсулы. Но, конечно же, легче неинвазивный двунаправленный апплантационный тонометр, где не требуется анестезия. Это тот же пневно-тонометр, просто площадь аппланации, достаточная для исключения каких-либо ошибок. Почему он приравнивается к Гольману? Потому что апплантационная вот эта площадка, она равна площадке, которая измеряется по Гольману. То есть 3,06 мм. Вот как бы его и преимущество. Параметрами, которыми мы на сегодня ориентированы, это вот корнеальный гистерезис, фактор резистентности роговицы. Вот я на них ориентируюсь, когда хочу понять, какая биомеханика глаза, какое у меня должно быть целевое давление, какую я могу сделать скидочку при каких-то рефракционных изменениях, изменениях на роговице, при кератоконусе, после насечек. Вот все эти изменения учитываются вот этими параметрами, ты на них, соответственно, ссылаешься, и в зависимости от этого получаешь вот тот истинный автальмотонус, который тебе нужен для понимания дальнейшего клинического ведения пациента. Когда вы измеряете по Макакову и с помощью прибора, о котором вы рассказываете, замечали ли вы разницу между показателями, или действительно все соответствует между ними? Да. Ну вот между вот этими двумя методами? В принципе, они более или менее друг друга коррелируют, то есть два этих метода измерения автальмотонуса. Чем хорош Макаков, что там достаточно большая площадка аппланации, поэтому меньше ошибок мы получаем. Но у него есть очень много минусов. Это необходимость анестезии, это, к сожалению, краска, которой сейчас в наличии нет. Здесь тоже есть определенные вопросы. Это стилизация всех этих приборов, которые тоже в политическом звене вызывают определенные вопросы. В любом случае, я считаю, что будущее будет за пневмотонометрией. Единственное, будут пневмотонометры, по которым будут исключать количество ошибок, которые заложены в первых пневмотонометрах, которые у нас были на апробации. Сейчас уже появились достаточно новые, которые учитывают биомеханику, которые нам ее показывают. В современных пневмотонометрах площадка аппланационная стала больше. Это тоже делает количество ошибок меньше. И, естественно, мерить давление в течение 1-2 минуточек и тратить на это 10 минут, я думаю, в условиях политического звена, это очень большая разница. Плюс еще, что, как мы с вами сегодня обсуждаем, что вопросом замера автальматонуса мы, к сожалению, вопрос определения целевого давления не решим. У нас все равно останется в голове много вопросов, на которых мы не дали ответы. А для нас с вами самое важное, тем более, если у нас пациент с глаукомой, это понять его индивидуальный уровень давления, его толерантный уровень давления. Вы уже говорили, что биомеханика – это один из маркеров глаукомы, то есть по нему мы можем смотреть, есть ли у пациента изменения глаукоматозного характера или нет. Наблюдали ли вы, как меняются именно эскверы, структурно-биомеханические свойства при прогрессии глаукомы? Как изменяется, может быть, ее структура? Были ли у вас такие наблюдения свои? Очень много исследований было проведено и очень много интересных наблюдений, интересных результатов было получено. Склеральная ткань меняется. Склеральная ткань меняется уже от первой стадии глаукомы, и она прогрессивно меняется с развитием глаукомы. Очень, конечно, сложно ответить на вопрос, что является началом процесса. Изменения склеральной ткани провоцируют. Но я сторонник вот этой теории, конечно, что меняется биомеханика корни склеральной ткани. Вот эти низкие вязко-эластические составляющие, то есть способность капсулы реагировать на флюктуации давления, и провоцируют развитие глаукомы. Конечно, в основе лежат и биохимические изменения в склеральной ткани. Там меняется термомеханика. То есть если говорить простым языком, то количество шивок становится меньше. То есть приведу параллель, другой офтальмопатологии, с кератоконусом. При кератоконусе в роговице количество шивок становится меньше. Поэтому мы специальными агентами с помощью такого вот метода, как кросслинкинг, роговицу сшиваем, делаем ее более жесткой, более крепкой. При развитии глаукомы происходит обратная реакция. То есть склера становится намного жестче, чем она должна быть у пациентов этого же возраста. Поэтому она сложно реагирует на эти флюктуации. Поэтому и любой подъем внутриглазного давления, который в принципе в норме спокойно может быть перенесен, в этом случае глазик реагирует к глаукомно-оптической нейропатии. То есть идет давление на зрительный нерв, и соответственно развивается глаукомно-оптическая нейропатия. Спасибо большое за такую интересную информацию и за беседу в целом. И у нас в гостях была Ракиняна Васильевна Ливоновна. Это программа АйТОП. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.